Музыка Главное событие в театральной жизни Ульяновской области пройдет с 19 по 27 марта. В программе 14 фестиваля театров Ульяновской области «Лицидей-2020» 12 спектаклей и два вечера со специальными гостями. Мы решили организовать его не очень обычно. Раньше мы всех принимали у себя на нашей площадке, на малой и на большой сцене. Теперь это будет по-другому. Теперь каждый театр представляет свой спектакль на своей родной площадке. Поэтому жюри будет ездить из чердаклов в Димитровград. И здесь в Ульяновске тоже мы будем показывать спектакли на площадках театров, которые их номинируют. Открытие фестиваля состоится на сцене Димитровградского драматического театра имени Островского. Коллектив представит музыкальную комедию «Джулия. Театр ее жизни» по роману Вильяма Мээма в постановке Ильи Костинкины. Наших дорогих гостей мы будем встречать не только швейцарам. У нас такая заведенная традиция. У нас есть швейцар, который на всех важных мероприятиях обязательно провожает наших гостей. Но и есть небольшой сюрприз, который будет происходить именно на улице. Свой первый спектакль 21 марта представит новый участник фестиваля «Земский театр» из рабочего поселка Чердаклы. И высокую планку, которую вы для нас поставили, нам даже страшновато, будем ли мы ей соответствовать. Но мы постараемся. Спектакль, который будет представлен на этом конкурсе, называется «Звуки открытых окон». Три истории. На основе жизненных событий. По мотивам пьесы Леонарда Герша «Эти свободные бабочки» и проза Михаила Варфоломеева «Путь дальний». 23 марта театральное сообщество соберется в кофейне, где актеры арт-группы «Другое место» сыграют спектакль «Солнечная линия» в постановке Александра Лебедева. В этой нашей истории абсолютно все антитеатральное, вообще все антитеатральное. Это происходит не в театре, происходит в кафе, как Наталья Александровна сказала, в кофешопе на «Железной дивизии 7». Я куда всех коллег приглашаю с удовольствием. И это вроде как и не театр, и не театр. И пьеса современная, и бюджет никакого нет, оборудования нет, ничего нет. Есть только два артиста и стол. 26 марта Ульяновский драматический театр представит спектакль, ставший первой в России премьерой по пьесе американского драматурга Дона Нигра «Страсти по модолению». В рамках фестиваля по традиции проводится конкурс. Его итоги подведут на торжественной церемонии вручения премий 27 марта – Всемирный день театра. Главной премией фестиваля станет губернаторская премия продвижения. «Сами театры готовят информацию по тому, кто у них номинирован на лучшего артиста, лучшую артистку. И такие номинации – это все представляют сами коллективы. А жюри уже будет определять яркое впечатление фестиваля, как обычно – лучший спектакль, лучшая сценография, музыкальное оформление и так дальше». В жюри входят представители творческих союзов региона, а возглавит его заслуженный артист России, главный режиссер Московского театра «Человек» Владимир Скворцов. Заодно он проведет мастер-классы для ульяновских актеров. Закроет фестиваль актер театра и кино Сергей Варчук. Он выступит с новой программой «Не могу сказать прощай». Ирина Антонова, Александр Кудряшов. Новости Уллправда ТВ. Новости Уллправда ТВ.